В прошлой серии Зельды, Линк все-таки примерил женский наряд Геруда, и благодаря одежде он проникает в город, куда вход разрешен лишь женщинам. Естественно, он добирается до главаря этого города и видит маленькую мисс на троне, которую зовут Риджу. Конечно же, нас разоблачили и выяснили, что мы мужчины, и чуть не казнили. Также мы выяснили, как подобраться все-таки к нашему чудищу Бориске. И оказалось, что против его молнии есть действенный предмет, который называется Шлем Грома. Но с некоторым стечением обстоятельств его выкрали, и нам-то, собственно, предстоит его найти. Как отважный и последний герой Хайрула я отправился прямо в преисподню к нашим главным врагам, клана Ика. Ведь именно они выкрали Шлем Грома. Не забываем про лайкос и подписочку, если еще не подписан. Логово клана Ига. Здесь какие-то замки висят. И что? Заложница. Это та четвертая воительница, которая пошла в эту пещеру два дня тому назад и не вернулась. Тихо. Там он на храник ходит. Сколько здесь бананов. Надо бы их все свистнуть. Эй, ты там как? Что же делать? Не парься, я тебя вытащу. Только надо ключи найти. Кстати, это не совсем замки, это печати. И на стенках тоже печати. А вдруг это взрывные печати? Черт возьми. Ты это, только не очкуй. Я за тобой вернусь. Мы сейчас спустимся вниз. Надаем люлей охраннику. Наверняка у него есть какой-нибудь ключик или какая-нибудь штука, которая позволяет снять печати. Надо очень аккуратно здесь проходить. И не прислоняться к этим печатям ни в коем случае. Где охранник? Его нет. А куда он делся? А где охранник? Он, наверное, здесь круголя наматывает. Вон он идет, вон он идет. А мы, значит, по стелсу вот так проходим. А что, здесь всего один охранник, что ли? Вот это лафа. Это я понимаю, стелс. Ага, раскаталку бы. Вон там еще один охранник, смотри. Ладно. Будем решать вопрос кардинально. Пойдем, надоем ему лещи. Капец ты мощный! Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Зря я это сделал. Глупец. Глаз Игорь все видит. Я, конечно, добина, что полез на пролом. Нужно было его просто оглушить. Или заморозить. Короче, сейчас мы попробуем подкрасться сзади к этому охраннику. Отличный момент. Подойти к нему сзади. Есть! Отлично. Минус один. Теперь к этому охраннику, который охраняет проход. Нам нужно его с тобой как-то подвинуть. И кажется, я знаю как. Смотри, вон там, вон на дощечке лежит бананчик. Давай мы его подстрелим. Банан упадет, создаст шум. Охранник подойдет проверить, что там такое. И мы его в этот момент выскакиваем и как оглушим. Значит, достаем лук. Нам нужны обычные стрелы. Чтобы было не сильно громко. Охранник должен побежать. Охранник должен побежать. Продолжаем потихонечку пробираться вглубь пещеры. Главное не наткнуться ни на кого бы. Что у нас здесь? О-о-о-о. Похоже на какую-то тюрьму. Вон охранник стоит. Там охранник ходит. Так, давай лучше мы взберемся наверх. Здесь есть лесенка. Мне кажется, сверху будет вид получше. Вот. Вот. Вот так. Надеюсь, наверху нет охранников. Вроде чисто. Вон банан лежит, смотри. На крыше дома моего лежит бан... Сколько бананов! Обалдеть. Они что, только бананами питаются, что ли? Мы сейчас это все свистнем. Я богат! Подниму бабла на бананах. Ниждя. Чисто. Здесь еще есть сундук. Топос. Обалдеть. Бандитов обчистил. Весь запас пищи стырил. Так еще и сундук. Так. Надо разработать план. Как тихоря, без лишнего шума, уничтожить этих охранников. Слушай, а что если мы... Отсюда попробуем перелететь вон туда. К тому сундуку. Это же деревянная какая-то возвышенность. Наверняка я смогу по ней вскарабкаться. Давай попробуем. Главное... Главное не спалиться. Черт возьми. Я думал я сейчас грохнусь нафиг. Все обошлось. Но наверх я залезть не могу. Это прям печальная печаль. Как быть? Вон охранник ходит понизу. Меня могут спалить. Сколько драгоценных камней, капец. Там рубин, тут топос, янтарь и еще какой-то камень. Надо дождаться пока охранники пройдут здесь. Тихонечко спрыгнуть. И по одному их вырубить. А пока мы здесь. Бочку. Нафиг я бочку взял. Капец. Что я творю вообще? Что-то пошло не по плану. Давай, давай, давай. Ух. Вот это дело. Я просто хотел камушки свиснуть. Хоп, камушек, хоп, хоп. Все, камушек свиснули. Черт, он разворачивается. Капец. Это палево. Это палево. Фух, вовремя я убежал туда. Ёшки-матрешки, он опять сюда идет. Да что ж такое-то? Определись, куда пойдешь. Он из-за бочки, короче, не может там пройти. Вот это я ему подставу намутил. Сейчас он отвернется, и надо будет на него наброситься. Вот так вот его. Идем к следующему охраннику. Так он встал. Готов. Фух. Осталось еще два охранника. Один стоит вон там у врат. Блин, долбанная кружка мешается. Вон там стоит. А другой ходит где-то по периметру. О, вон он еще один ходит. Погоди, здесь еще один. Получается три охранника. Черт возьми, это сложно. Слушай, они же обожают бананы. Может быть какие-то приманки из бананов делать? Как думаешь? Давай попробуем. Значит, возьмем банан. И кинем его давай вот сюда, наверное. Вот сюда лучше банан кинем. Так, и ждем. Ждем на его реакцию. Смотри, 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 он побежал банан брать. Черт, меня еще и тот запалил. Этот банан свистнул. Капец. Капец, я попал. Капец, я попал. Один готов. Забрал у него банан свой. Нас тот не палит пока охранник? Нет, он не палит. Отлично. Просто отлично. Мы сейчас ему здесь подкинем банан. Взять бананчик. И кинуть его вот сюда. Ха-ха-ха. Он появился. Оттягивать тебе. Все. Секрет этих бандитов разгадан. Они просто до безумия обожают бананы. Остался только последний. Вон тот вот. Куда бы тебе банан подкинуть, чтобы ты оттуда отошел. А, смотри, здесь лесенка есть какая-то. Давай поднимемся. Ах, да, тут же еще сундук. Я про него совсем забыл. И бананчики еще лежат. Ах, вон. Давай-ка мы вон тот банан скинем. И он, по идее, должен к нему подойти. Сейчас проверим. Сто руби нашли. Шикарно. Теперь грамотно, тихонечко спускаемся. И подстреливаем этот банан. Так. А ему пофиг. Мы сейчас ему подкинем банан с этой стороны. Тут-то он увидит прям пред его носом. Вот так вот. Бежит, 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 бежит. На тебе! Ну что, проход расчищен. Но это еще нифига не финал. Я уверен, что там еще куча охранников. Тихонечко. Вижу сундук. И здесь никого нету. Очень подозрительно. А что это никто сундук не охраняет, а? Прям капец, как подозрительно. Подожди, так это все? Серьезно? Это все бандиты, которые охраняли этот шлем грома? И сюда не могла пройти банда тех мощных теток? Смешно прям. Пришел маленький мальчик и всех раскидал. А, прикинь. А в сундуке кленовый банан. Это подстава! По-любому подстава. Сейчас вылезут ниндзя. Кстати, посмотри сюда на землю. Это же сундуки. Интересно, их можно вытащить? Ну-ка. Можно. Обалдеть. Эх, вытаскивайся давай. А нифига он не вытас... Фига себе! Куда он улетел? Эй, сундук! Куда ты делся? Кстати, я когда магнитил, я заметил, что вот эта стенка тоже магнитится. Глянь. Вот тебе и тайничок. Но сперва я хочу еще один достать сундук. Эй, давай наверх. Куда они все улетают? О, этот сюда приземлился. Топос. Блин, а этот сейчас туда упадет. Ну да. Ладно, сейчас залезем. Ага, попался. Тоже топос. А последний, скорее всего, вон туда упал. Да, вон он. На крыше дома моего. Сейчас мы его туда опустим. Вот так. Рубин. Ну слушай, не зря достали. А теперь давай посмотрим, нет ли здесь еще тайничков, кроме этой стен. Вроде бы нет. Все же, давай тогда ее подвинем. Ух ты. И че-то там. Куда это я выйду? Похоже на какую-то арену. Ой, че-лю, это нехорошо. Ну да, точно арена какая-то. Фига себе. Кто это сказал? Ты че, босс, что ли? Ты кто такой? И что ты забыл в моей дремальне? Че, дремальня? Ты где такое слово выдумал? Я Линк. Штука у тебя на поясе. Может, это камень шика? А если у тебя есть камень шика? Значит, ты Линк. Ты мне и нужен. Вот так свезло. Я, значит, ищу мальца. А он сам заявляется в мою берлогу. Прошу прощения. Я ведь не представился. Я главарь клана Ига. Могучий, великолепный и несравненный. Ну давай уже, рожай. Кога тебе конец. Ой, батюшка. Это смешно. Так. Ага, ты волны пускаешь, да? Мне кажется, что тут нужен Магназис. Я понял, как с ним бороться. Нет, Магназис нам не поможет. А может быть Стазис? Давай попробуем Стазис. Так, пускай. Нет, Стазис нам тоже не поможет, походу. Да. Стазис бессилен. Достаем, значит, большой орлинный лук, который пуляет в три стрелы. Берем взрывные стрелы. Умнейшая штука осталась, блинский. И пробуем. О, да. Я ему нанес какой-то урон. А на него упала его же глыба. Давай, давай, давай. На тебе. Так, на него падает. И мы его еще бьем. По жопе. А-а-а. Злиться, злиться. Смотри, не бомбаний. Ой-ой-ой. Это плохо. Это очень плохо. Что ты творишь? Негодяй. Что ты делаешь? Хватит увлекаться этой штукой. Они упали вниз. Так, нужно поберечь взрывные стрелы. Давай постреляем в него обычными. Эй-эй. Пацанчик. На тебе, башкин. Есть. Прилетел к нам. Серк сломался. Черт возьми. Давай-ка мы его мечом молнии побьем. Нифига. Я понял. Я понял, когда в него стрелять надо. Смотри. Сейчас как только камень окажется наверху. А-а-а. Нет, промазал. Промазал. Черт подери. А он попыточкой номер два. Давай, рожай уже свои камни. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас. Так. Он еще разозлился. Ой, он в бешенстве. Он просто в ярости. Наш великолепный Кога. Опс. Кажется, я до зла расставал. Можно, 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 можно. Можно я уже в него. Но поздно. Ой, это плохо. Ой, это плохо. Это капец как плохо. Черт возьми. Что ты творишь? Где мой стадис? Где мой стадис? Нет, стадис не поможет. Ага. Время было. Было время, но я профукал. А магнезис? Магнезис нам поможет, нет? Магнезис поможет. Так. О-хо-хо. Ему досталось конкретно. А еще и с лука ему пульнем. Что, ну давай, давай, давай. Пускай свою здоровую глыбу. Поборемся. У кого мощнее магниты? Ох ты, сейчас достанется. Кто бы мог подумать, что меня так одолеют. Да еще никто иной, как этот парень. Думаешь, я так это оставлю? Так. Спокуха. Надо успокоиться. Проклятие. Туда уйти не получится. Придумал. Че ты задумал? Ты меня только разозлил. Сейчас я похороню тебя с помощью древнего секретного приема. Тебе конец. Ну давай, попробуй еще разок. Смотри, не пукни. Кажется, я это уже видел. Это твой секрет. Слишком большой, что я от тебя больше не вижу. Ну и ладно. Все равно тебе недолго осталось. Секретный прием. Может использовать только главарь клана. Это совершенный... Мои бойцы тебе это припомнят. О, сундучок. Может быть там шлем? Пойдем. Посмотрим-ка. Надеюсь, это то, что мы искали. Шлем грома. Реликвия народа Геруда. Отобранная у клана Ига. Может защитить от молний на Борис. Берегите его, пока не вернете предводительницы Риджу. Окай. Буду хранить, как синицу ока. У себя в кармане. Да, глубина там, конечно, знатная. Давай попробуем туда спуститься. Я иду к тебе, Кога. Продолжить давать тебе лещей. Ага. Фига мне. Видимо, он там слишком глубоко. Ну что, тогда возвращаемся обратно в город Геруда. Дамы, здравствуйте. Как ваши дела? А, блин, я переодеться забыл. Легким движением руки, Линк преображается в даму. Вот так вот. Прям принцесса песков, ё-моё. Дамы, добрый день. Ох, как они сейчас будут рады. Сударыня. Так, я не понял, а где Риджа? Куда она делась? Это поворот. Можно я на её месте посижу, на её троне? Ты не против, Белла? Тебе нужна госпожа Риджу? Она в своих покоях наверху. Неужели она разрешила тебе входить к ней? Если с её головы упадёт хоть один волосок, я сама тебя прикончу. Ой, 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 какая ты грозная, это капец. Ладно, пойдём. Поднимемся к Риджу. Нам походу сюда. Здрасте. Я могу здесь пройти? Вы мне это Таня сделаете? Нет, не сделает. О! Риджа, здорово. Я думал, ты спишь. Пойдём глянем, какие у неё покои. Игрушки котиков. Книжка какая-то есть. Почитать можно. Но это так долго, поэтому читать мы не будем. Котики, котики. Везде у неё одни котики. Короче, я не удержался и всё-таки почитал дневник. Оказывается, принцесса это маленький ребёнок. Дело в том, что её мама раньше была предводительница, но она погибла. И теперь по наследству этой маленькой девочке по имени Риджу достался престол. Вот она и правит. Давай её обрадуем, что реликвия у нас. Я ждала тебя. Можешь ничего не говорить. Я знаю, что ты принёс шлем Грома. Всё-таки я предводительница Геруда и чувствую его силу. Думаешь, я ещё ребёнок? Мои подданные смотрят на меня с почтением, но я боюсь подвести их. Не оправдать их ожиданий. Я хочу доказать им и себе, что достойно быть предводительницей. Пропажа реликвий стала страшным ударом по моему самолюбию. А твоё появление во время этих событий не случайно. Думаю, что тебя привела к нам госпожа Урбоза. Дай мне шлем. На, держи. Ну как, мне идёт? О, да. Очень неплохо так идёт. Что, что, что? Неужели воспоминания? А, Линк. Извини, что вызвала. Ты быстро добрался. Как и полагается настоящему рыцарю. Целый день сегодня занималась. Совсем с ног сбилась. Ну, как вы с ней? Надеюсь, нашли общий язык? Хе-хе-хе-хе, всё понятно. Но ты не обижайся на неё. Как только видит твой меч, сразу хмурится, мрачнее тучи становится. Говорит, что позорит королевский рот. Вот так. Ты, конечно, в этом совсем не виноват. Бедная моя. Ох, она так старается. С самого детства молится. Каждый день, чтобы обрести священную силу. Часами сидела в этих ледяных источниках. Потом лихорадка. Обмороки. Но сила к ней никак не приходит. А она хочет хоть как-то помочь. Вот и изучает древние механизмы. Она очень хорошая. И ты должен всегда защищать её. Именно ты. Что-то холодает. Пожалуй, надо бы её разбудить. А-а-а! Урбоза, что такое? Что происходит? А? А ты здесь откуда? Ха-ха-ха-ха Субтитры подогнал «Симон»